МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Меры безопасности. Сотрудники полиции и столичной администрации проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Переход на метан. В Чувашии построят 5 газозаправочных станций. Веков связующая нить. 4 ноября пройдет обсуждение по благоустройству исторической части Мариинского посада. Чувашия и Туркменистан усиливают сотрудничество сразу по нескольким направлениям. Перспективы укрепления партнерства обсудили на рабочей встрече в Доме правительства. Глава Чувашии и генеральный консул Туркменистана обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Олег Николаев отметил, что показатели пока невысокие. Но рост идет сразу по нескольким направлениям. Это является, на мой взгляд, очень хорошей фундаментальной базой, чтобы, оттолкнувшись от этой базы, уже найти новые направления наших совместных действий и реализации, возможно, даже совместных инвестиционных проектов, которые были бы интересны как хозяйствующим субъектам обоих сторон, так и в целом для экономики. Атадурды Байрамов отметил, что для Туркменистана российский рынок очень перспективен, причем как с точки зрения импорта, так и экспорта. Хотели бы предложить по направлению из Туркменистана в Российскую Федерацию, в Республику Чувашия, текстиля туркменского нефтехимического производства и касающиеся сельскохозпродукции. Кроме того, стороны намерены усилить партнерство в образовательной сфере. В настоящее время в Чувашской Республике обучается более 800 граждан Туркменистана. Отдельной темой беседы стало укрепление связей в рамках межконфессиональных отношений. Атадурды Байрамов принял участие в церемонии возложения цветов к вечному огню у монумента славы. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Николай Скворцов, Республика. Не все младшеклассники Республики получают бесплатное горячее питание. Об этом на еженедельной планерке в Доме правительства сообщил заместитель министра образования и молодежной политики Алексей Лукшин. Есть ряд муниципалитетов, у которых очень плохой процент исполнения. То есть, хотелось бы отметить, это Ярчевский район. То есть, из 11 образовательных учреждений, 9 учреждений не использовали еще ни одного рубля. То есть, не оплачены эти средства. Следующий район – это Чебоксарский район. Чебоксарский район из 26 школ, 16 школ, также не отработали этот вопрос. И в Урнадский район, то есть, замыкает руку, у нас из 18 образовательных учреждений, 12 школ, также 0 рублей. Я приведу механизм финансирования и соответствующее оформление документов. И до конца у меня там. Это очень важное составляющее. Поэтому, вот, я прошу, вот, за эту неделю, чтобы, прежде всего, естественно, проблемные районы и образовательные учреждения этих районов были оплачены максимально в соответствии с учениями методической помощи. Ну, а самое главное, чтобы мы пришли к полному пониманию, как это будет происходить. Пока школьники на каникулах, учиться будут учителя. В частности, на этой неделе им расскажут об опыте организации бесплатного горячего питания в Чубаксарах. Представители всех 413 общеобразовательных учреждений посетят столовые столичных школ. Для них будут подготовлены комплекты документов и оказана методическая помощь. Напомним, что на организацию горячего питания Чувашии выделено почти 250 миллионов рублей. Олег Николаев также отметил, что следующим шагом должно стать повышение качества питания, причем за счет использования продукции чувашских сельхозпроизводителей. За последние сутки коронавирусом заболели 60 жителей республики. Зарегистрированы три летальных случая. Вылечились 17 человек. Маски в общественных местах и транспорте – требования уже не только регионального, но и федерального нормативного акта. Об этом сегодня в троллейбусах, автобусах и маршрутках напоминали сотрудники полиции и столичной администрации. Средства индивидуальной защиты – в первую очередь безопасность самих граждан. Цель сегодняшнего рейда – напомнить пассажирам и перевозчикам о правилах безопасности. Я всегда ношу маску, где бы я ни была, что бы я ни делала. Я соблюдаю режим здоровья и советую всем, чтобы были здоровы и счастливы. Маску ношу, чтобы до других не распространялась моя. Не то, что сам заразиться. А второй момент – я придерживаюсь того, что надо уважать власть, которая говорит так, ну, то есть придерживаться тех законов, которые выносит наше правительство. Если маску все-таки не носить, то в первый раз можно отделаться предупреждением. А во второй – сотрудники мобильных групп будут вынуждены составить административный протокол, влекущий за собой штраф. За невыполнение требований, установленных указом главы Чувашской республики, предусмотрены штрафные санкции в виде наложения штрафа на физических лиц до 30 тысяч рублей, на юридических до 300 тысяч рублей и на индивидуальных предприятиях до 50 тысяч рублей. На прошлой неделе мы выезжали на транспортные предприятия. В ночное время суток проверяли проведение дезинфекционных мероприятий, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Выявили то, что все проводится. Специальные мобильные группы ежедневно проверяют больше сотни единиц общественного транспорта. Но стоит ли ждать, когда о необходимости носить маску вам напомнят сотрудники правоохранительных органов? Ульяна Пятакова, Александр Отяков, Сергей Копеев, Республика. В Чувашии построят пять газозаправочных станций. Три из них уже в этом году сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Владимир Осипов. В 2020-м на строительство трех газозаправочных станций выделено 120 миллионов рублей. Эти средства будут направлены в виде субсидий. В следующем году в Республику поступят еще 60 миллионов. На территории Республики строительство АГНКС ведется на автодороге Вятку, городу Ночебоксарск, рядом существует АЗС Терпес, на 710 километрах автодороги М7 Волга и на Бурнарском шоссе, Бурчебоксарск, рядом существующий АЗС Бестуэр. Также выделены средства на перевод транспортных средств на газомоторное топливо. Республика вошла в число регионов, которым предоставлены субсидии из федерального бюджета на эти цели. Любой, кто хочет перевести автомобиль на газ, может это сделать за одну треть стоимости. В течение двух лет предполагается переоборудовать с использованием субсидий 140 автомобилей. В Минтрансе Чувашии формируется реестр пунктов, где можно будет перевести свой автомобиль на метан. В Чувашии впервые отметили День Отца. По указу главы республики, его датой определено последнее воскресенье октября. Можно на тех пить мотор, тем дум надо ударать. Быть хорошим отцом – самая ответственная работа в жизни мужчины. Стать примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научить, рассказать, защитить, объяснить и сделать все это с любовью и терпением – это отцовская миссия. Конечно же, слово «отец» является очень дорогим, очень значимым для каждого человека, потому что каждый из нас был когда-то ребенком. И наряду со словом «мама» одним из первых начинали произносить слово «папа». У нас дочь вообще говорила «мапа». Праздник – это выражение благодарности всем, кто является отцом. Конечно, для того, чтобы детишки были счастливы, у них должна быть крепкая и дружная семья. Леонид и Нина Дунюшкины вместе уже 9 лет. Главным секретом семейного счастья считают взаимопонимание. Нужно уважать друг друга, нужно поддерживать, нужно прощать. Уметь прощать и извинять, самое главное. Тогда будет семья крепкая и любить друг друга. Чтобы обмениваться родительским опытом, поддерживать друг друга, сообщать, решать социальные проблемы, активные папы объединились в общественную организацию. Совет отцов Чувасской республики был организован в 2013 году. И на сегодняшний день в наших рядах уже насчитывается более 3000 активных отцов. Первый праздник, посвященный отцам, прошел удачно. Во всяком случае, довольны остались не только папы, но и все члены их семей. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Александр Атяков, Республика. Министерство сельского хозяйства Чувашской республики и Чувашский государственный аграрный университет подвели итоги республиканского конкурса творческих работ «Чувашия. Аграрный край», посвященного столетию образования Чувашской автономной области. Аграрное образование сегодня одно из самых востребованных и престижных. При том, в технологическом уровне, на который выходит сельское хозяйство, спрос на специалистов очень высокий. Популяризация аграрного образования, развитие отрасли, реализация социальных проектов и был посвящен конкурс «Чувашия. Аграрный край». Экспертная комиссия рассмотрела 300 творческих работ от 97 участников. Одним из награжденных стал и редактор национального телевидения Чувашия Алексей Зотиков. Я, как корреспондент национальной телевизионной компании «Чувашия», представил свои работы, 10 телевизионных сюжетов о развитии села, о сельской ипотеке и развитии агропромышленного комплекса. Из 10 сюжетов, 3 моих сюжета были посвящены сельской ипотеке. Там рассказывалось, как его можно получить, какие условия нужны. Сегодня в эфире национального телевидения, национального радио Чувашии и Тыванрадио можно увидеть и услышать не только сюжеты, но и тематические программы, посвященные сельскому хозяйству республики. Ялдан Яла, Вейпадр, Агрочас, Ульяна Пятакова, Алексей Зотиков, Сергей Копеев, Республика. Мариинский посад стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом «Веков связующая нить». Он предполагает масштабную реконструкцию городской набережной со строительством причальной стенки и реставрацией объектов культурного наследия. 4 ноября, в День народного единства, город запустит процедуру широкого народного обсуждения по благоустройству исторического центра города. Цель обсуждения – сбор и анализ запросов жителей по разработке и развитию исторического центра. Эта по-настоящему народная концепция станет основой для подготовки дальнейшего широкого строительства. В данном случае мы запускаем совершенно новый подход в реализации очень важных масштабных проектов в нашей жизни. То есть, вот это обсуждение, оно посвящено тому, чтобы собрать мнение жителей города Марпасада по тому, что нам надо сделать в рамках преобразования городского пространства. Разрабатываемые проекты будут направлены на активное вовлечение Мариинского посада в общероссийскую туристическую историю. Планируется проведение широкое обсуждение будущего развития Мариинского посада, а именно его исторического центра, исторической части, заключенного между двумя речками, верхней и нижней сундиркой и тремя историческими улицами – Московская улица, Казанская и Набережная. К обсуждению привлекают все творческие силы – художники, ландшафтные дизайнеры, краеведы, молодые архитекторы. В планировании будущего своей малой родины приняли участие и школьники. Определенные шаги для развития туристического потенциала Мариинского посада уже сделаны. Планируется приобретение двух скоростных речных пассажирских катеров на подводных крыльях. Мы очень ждем этого события. Планируется приобретение нескольких Валдаев. Мы ожидаем, что первые Валдаи появятся уже к началу навигационного сезона, к открытию навигации. Это в любом случае даст возможность использовать нашу матушку Волгу и добираться комфортно, быстро до таких мест, который мы развиваем – это Марпосад, Козловка. Планируется межрегиональной перевозки. По оценкам экспертов, у Мариинского посада большой потенциал, но чтобы его реализовать, необходимо вплотную заняться развитием туристической инфраструктуры. Этому и будет посвящено всенародное обсуждение, которое стартует 4 ноября в 12 часов в физкультурно-спортивном комплексе Марпосада. Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Игорь Сверев, Республика. 3 ноября этого года в восьмой раз состоится Всероссийская акция «Ночь искусств». Она приурочена ко Дню народного единства. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-формате. Чувашская государственная филармония представит праздничный концерт. В Чуваксарском музыкальном училище имени Павлова состоится концертная программа «Музыкальный квартирник». Институт культуры и искусств представит онлайн-показы студенческих спектаклей на русском и чувашском языках. Чувашский государственный художественный музей в социальных сетях устроит поэтический эфир. Ознакомиться с подробной программой мероприятия можно на сайте Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской Республики. Это главные новости к этому часу. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»